Все, девочки, мальчики, я постриглась. Ни укладки, ничего не делала, просто стрижечка. Так интересно, коротко. Заплатила я 450 рублей. Такие смешные цены. Ушки открыла, все, аккуратненько. А дома у меня есть и пудра для волос, и пенка для волос. В общем, буду укладывать. А состригли совсем-совсем мало. Мне казалось, как будто бы сантиметр. И вот так вот стало. Сразу голове так легко, хорошо. На улице, ребята, тут так распогодилось. Не то, что у нас, тут прямо лето. Плюс 17 градусов. Вот так вот. Вот что значит юг Карелии и север Карелии. Какая разница в погоде. Колоссальная разница. Прям лето-лето светит солнце. Я вот одела очки. Я дома-то очки забыла. Я уже даже и не думала, что будет где-то светить солнышко. Хорошо, резервные очки всегда есть в машине. Дождичек заморосил в дорогу. На улице, ребята, плюс 14,5 градусов. Но все равно очень тепло. Сейчас, наверное, дождик пройдет. Может, станет попрохладней. Все, едем домой, ребята. Всем замечательного настроения и прекрасного самочувствия, как обычно, я желаю. В городе хорошо, но дома лучше. Сегодня я проснулась почему-то с очень сильной головной такой болью. Ну вот, глаз прямо как будто там какой-то нарыв. Лежала с сырым полотенцем на голове. Дима мне делал массаж на пальцах ног, чтобы как-то боль побыстрее ушла. Ну и вот как стало полегче мы выехали. Выехали опять не рано. Не получается у нас рано выезжать. Время половина четвертого. Едем домой. Диме на работу завтра рано-рано утром. Приедем и сразу завалимся спать. А все дела, делишечки будем уже делать завтра. Зуб чувствует себя прекрасно. Все хорошо. Ничего не болит. Вот все-таки доктора есть разные, да? В первой государственной клинике доктор не поверил, что у меня болит зуба. Он действительно болел. Все, стоило второму доктору все хорошенечко почистить. Каналы, все запломбировать. И все, и зубик мой не болит. Все прекрасно. Все, ребятушки, едем дальше. Едем домой. Время, ребята, половина седьмого вечера. Мы доехали до Качкамы, попили чая. Сейчас соберемся и поедем дальше. Потихоньку-потихоньку перестала голова вроде бы болеть. Здесь идут, продолжаются ремонтные работы. Так что оставшийся путь будет более долгим, чем ехали сейчас. На заправочке. Видите, сколько желающих заправиться. Продолжают класть новый асфальт. Работа кипит. Техника работает. Здесь уже положили новый асфальт. Красота. Только еще разметку не успели нарисовать. Вот такой красивый, совсем новейший асфальт положили. Разметку нарисуют. Облагородят все. Засадят травкой. И будет красота, ребята. Дождались. Скоро вот все 200 километров будут такие красивые. С новейшим асфальтом. И погода радует. Солнышко. Сейчас заточки скрылось. Но уже, конечно, и вечереет. Уже без двадцати семь. Красота. Очень приятно ехать по такому асфальту. Девочки, вот этой одной столовой ложки с горки мне хватило ровно на три маски. Сегодня третий раз делала. И масочка закончилась. Так что очень экономно получается. Доброго-доброго всем, отречка. Прекрасного настроения и самочувствия. Сегодня у нас что с вами? Сегодня у нас четверг. Я проснулась. Глаз болит, ребят, сильно. И висок. Поэтому вот эта вот слеза бежит. Не знаю, в чем дело, но проснулась в три ночи от того, что опять сильно болит голова. Вроде вчера немножко успокоилась. Вот позавчера, ну получается, позавчера ночью, или как правильно сказать, я точно так же в Петрозаводске проснулась в четыре ночи, ну в четыре часа от того, что у меня точно так же болит. Вот этот глаз прям сильно-сильно болит. И висок. И потом потихонечку-потихонечку в течение дня прошло, и мы поехали домой. И сегодня точно так же. Мы где-то в 10.30, ну в 22.30 легли спать. И я проснулась ночью, вот в три часа ночи проснулась от того, что у меня ужасно сильно болит вот этот вот глаз. Прямо, знаете, как будто там нарыв, вот нарыв, не знаю, что там такое. Я потерпела вот немножко. Дима в 4.20 проснулся. Он не любит, когда сквозняк, а я люблю, вот чтобы было попрохладнее. Я ему говорю, открывай-ка, Настя, шфорточку. Он на работу ушел. Я думала, ну я еще посплю, может пройдет. Но вот с этой болью не уснуть. Ну, в общем, решила не раскисать. Решила, что все равно шевелиться надо. Сейчас стирку закинула, маску нанесла. Сейчас полы оботру. С Толенькой все хорошо. Тошка вообще умничка. Писал, какал, в лоточек. Очень бодрый, весел. В общем, начну шевелиться, ребята. Забыла же сказать, эта маска у меня получается на одну вот эту чайную ложку с горкой, что мы сделали. Это третья маска. Я в нее, по вашим советам, добавила пол чайной ложечки меда. И сегодня я израсходовала остатки. Так что одной ложки хватает на три полноценные маски, ребята. Все, пойду делать дела. Сейчас умоюсь и начну шевелиться. Чтобы не было, да, а женщинам нельзя никак раскисать. Сварила на завтрак себе кофеечечко. Сейчас вот выпью прям чашечку кофейку. Вот такой у меня сегодня будет завтрак. Чашечка кофе, хлебец с сыром и два мизерных яичка. Они очень-очень маленькие, ребята. Ну что, девочки, смыла я маску свою. Хочу вам сказать, что маска работает. Вот на проблемной коже она точно работает, сто процентов. Я в этом уверена. Помните, в первом видео, когда мы с вами начинали делать только первую маску, у меня были очень крупные такие воспаленные прыщи. Вот сейчас тут остались только точечки. Ничего нет. Так что я очень довольна. И мне кажется, что, вы знаете, я раньше утром вставала. И обязательно, если была такая возможность, наносила патчи под глаза. Потому что у меня были такие, знаете, как будто вот от недосыпания или от чего-то вот такие мешочки. То сейчас вот я еще ни разу не ставила себе патчи под глаза. И хочу сказать, что вода под глазами не скапливается. Вот то, что вода уходит, это сто процентов. Да, знаете, какой-то вот еще раз повторюсь. Плюс мочегонный эффект спирулины присутствует. Ну и я не знаю, девочки, работает ли спирулина на уменьшение килограммов или нет. Но я сегодня сама лично просто так для себя встала на весы. Вес был 108,200. Не знаю, спирулина ли работает или нет. Но вес мой составляет на сегодняшний день 108,200. Я, конечно, очень этому удивилась. Потому что я не предпринимала никаких мер для снижения веса. Вот именно сейчас, в дороге, потому что мы ехали и туда, в Петрозаводск, когда останавливались, пили чай. Ну не будешь же пустой чай пить. Мы купили булочки, купили с капустой, с мясом. И, по-моему, что там Дима еще взял? И с такой сахарной помадкой. И обратно мы ехали. Точно так же была булочка с сахарной помадкой и с маком. Поэтому я думала, у меня опять будет какой-то плюс. Потому что вот такое беспорядочное питание. Но нет. На удивление, пока вес идет вниз. Так что вот так. Глазик потихоньку болит, но сейчас намного меньше. Ну не знаю, может это перемена погоды или что. Вот я выпила чашечку кофе. Чашечку. Чашку большую. Вот. Достирается белье. Пылесос мне пропылесосил и помыл полы. На улице у нас, ребята, тепло. Плюс 13 градусов. Пока дождя нет, но очень пасмурно. Я сейчас немножечко тут на голове пеночкой красиво так уложу челочку. И все. И все. Вот. 450 рублей. Аккуратненько и недорого. И пойду погуляю по свежему воздуху. Может, голова перестанет болеть. Потому что в этот раз мы по Петрозаводску вообще не гуляли. На машине везде курсировали. Ну и, конечно, и времени у нас было в обрез. Вот так вот. Так что все, ребятушки, буду закругляться. Замечательного вам денечка. Будущего вечерочка. У кого-то ночь. Да, все мы с вами живем в разных поясах. Я вас всех целую, обнимаю. Теплое сердечко свое посылаю. И всем пока-пока. Обязательно увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok